Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных A-Journey прошла в онлайн-формате. Мероприятие длилось три дня. Мировые эксперты, представители компаний-разработчиков и специалисты по внедрению технологий искусственного интеллекта обсуждали вопросы применения технологий ИИ в бизнесе, обществе и на уровне государства. Этот год обострил глобальные вызовы. Для себя я выделила шесть глобальных вызовов, к которым имеет отношение экосистема Сбера и которые очень волнуют человечество. Ну, конечно, первый – это здоровье. Второй момент – это образование. Третий – это, конечно, продовольственная программа. Это вопросы, конечно, экологической безопасности. Это глобальные вопросы. Я сейчас перечислила некоторый набор глобальных вызовов, с которыми в этом году начать справляться помог искусственный интеллект. И я точно знаю, что при разработке антиковидной прививки были использованы в большом количестве различные алгоритмы технологий искусственного интеллекта. Ковид для нас был таким большим вызовом. И я хочу сказать, что на него откликнулись все в банке. И вот что касается искусственного интеллекта, допустим, у нас ребята из лаборатории искусственного интеллекта, они просто за две недели сделали нейросеть, которая определяет по снимкам КТ «ковид, не ковид». Она помогает врачу. Мы сделали симптом-чекер, да, это тоже искусственный интеллект. Я хочу перехватить эстафету, рассказать как раз про голод и про вопросы продовольственной безопасности. В этом году, благодаря работе Cognitive Pilot и благодаря очень мощной финансовой поддержке Сбера, нам удалось в 35 регионах, практически во всех природных зонах, нам удалось запустить агроботы. То есть комбайн работает сам. Он держит эту кромку 10 сантиметров. В этом году 720 тысяч тонн зерна получили из рук агроботов. Поэтому это такой классный ответ на второй вызов. И я бы хотела сказать, чтобы для того, чтобы все наши дети, которые хотят в будущем тоже создавать своих роботов в своих отраслях, чтобы они получили образование. Ведь у вас был грандиозный скачок в феврале. Вы встали перед совершенно невероятной задачей. В стране закрылись школы. Что произошло? Действительно, не было просто вариантов. Детям надо учиться. Онлайн-платформ крайне мало. Сбер разрабатывал онлайн-платформу в нормальном стандартном режиме. До февраля мы не знали, что можно так интенсивно, так жестко работать. Более 2,5 тысяч школ сейчас там, где стоят инсталляции нашей платформы. И это 65 регионов России, полмиллиона пользователей, 50 тысяч учителей. Масштабы. И это на самом деле здорово и правильно. И мы это будем развивать. Наша задача быть максимально нужным, полезным клиенту и максимально ему помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...